Здравствуйте! В студии Дмитрий Галабир и это программа «Продвопрос». Ваш навигатор в мире продовольствия. Смотрите с удовольствием! Мы приготовили для вас самую свежую информацию, вкусные факты, острые аргументы и полезные советы. Как-то раз сосед соседом о хозяйстве вел беседу. Посоветуй! Как мне быть? Где отборный скот купить? Каждому дается шанс. Вот он, КазАгрофинанс. Получаешь в оборот племенной рогатый скот. Льготный лизинг на 7 лет. Процветай, не зная бед. День за днем и час за часом умножай объемы мяса. И с тобою, старина, процветает вся страна. КазАгрофинанс. Процветает фермер. Процветает страна. Генеральный спонсор программы – акционерное общество КазАгрофинанс. Инвестируя в проекты АПК, мы вносим вклад в продовольственную безопасность страны. Сегодня наша страна отмечает наурыз. Творческая команда «Продвопроса» поздравляет всех казахстанцев с одним из главных весенних праздников. Мы желаем вам благополучия, мира, солнечного настроения, весны в вашем доме и щедрого достархана. Смотрите в этом выпуске. Экспертиза «Продвопроса». Пробуем лучшие жайма для безбармака. Картофель в закромах, картофель на столах. Модернизация хранилищ. Агробизнес на Кумысе. Отечественный бренд на экспорт. Праздничный рецепт для наурыза. Дастархан накрывает Женес Искакова. Наверняка сейчас многие наши телезрительницы заняты приготовлением самого главного блюда праздничного достархана – безбармака. У каждой хозяйки есть свои секреты в его создании. Один из них – это тесто. Но для того, чтобы замесить и раскатать свое фирменное жайма, необходимо время. Чтобы оптимизировать этот процесс, отечественные кулинары используют для безбармака готовые сочни. Эта продукция представлена сегодня в супермаркетах в большом ассортименте. Но какие жайма сделают ваше блюдо по-домашнему вкусным? Ответ в экспертизе продвопроса. Самое главное казахское блюдо безбармак появилось еще в далекой древности. Уже тогда хозяйки оценили его преимущества. Приготовить его можно практически в любых условиях, используя при этом небольшое количество ингредиентов – тесто и мясо. Традиционно безбармак готовят из четырех видов мяса – баранины, говядины, конины и верблюжатины. Однако сегодня это блюдо можно встретить и в других вариациях – из курицы, индюшатины и даже рыбы. Вкусный безбармак зависит и от того, какое тесто окажется под мясом. Поэтому сегодня участниками нашей независимой экспертизы станут сочни, то есть жайма. Для дегустации мы закупили продукцию пяти торговых марок – все конкурсанты казахстанского производства. Сегодня экспертиза будет проходить в Алматинском технологическом университете. Здесь команда технологов попробует жайма и выберут лучшие. Итак, дегустация начинается. На старт, внимание, пробуем! Под номером 22 мы здесь отметили прекрасный внешний вид этих изделий. Изделия также прямоугольные, цвет равномерный и нет никаких деформаций в процессе сушки изделия. Как отмечают технологи, изгибы, трещины и заломы на жайма свидетельствуют о неправильной технологической обработке продукта. Цвет хорошей продукции – бежево-кремовый. Однако, если в составе есть яйца или яичный порошок, сочни приобретают желтый оттенок. Если они белесые, то это говорит о том, что недостаточно белка. Высокое содержание белков – это говорит о том, что перерабатывалась мука высокого качества. Кстати, информация о количестве белков указана прямо на этикетке. Там же вы можете прочитать, к какому классу относятся эти макаронные изделия. Лучше всего выбирать продукцию группы А. Эта маркировка указывает на то, что в составе продукта есть мука из твердых сортов пшеницы. Если большие буквы В и В, это уже указывается на макаронные изделия, и качество этого продукта уже ниже. Еще один показатель качества сочней – это их толщина. Она не должна превышать 0,8 мм. Тогда готовое тесто будет нежным. Обратите внимание на то, как ведет себя жайма при варке. Если бульон помутнел, и в нем осталось много сухих веществ, значит, такие сочни невысокого качества. Скорее всего, они будут безвкусными. Если же жайма не разваривается, значит, она была выработана из муки с высоким содержанием клейковины. С увеличением количества клейковины возрастает прочность макаронных изделий. Естественно, прочность сваренных изделий. Содержание клейковины в муке для макаронных изделий должно варьировать от 25 до 40%. Вот и пришло время подвести итоги сегодняшней независимой экспертизы. Технологи присудили первое место номеру 63. Это жайма торговой марки Кэмми. Продукция действительно отвечает всем требованиям стандарта. Изделия не слиплись во время варки, тесто было мягким и не разварилось. На второй позиции оказались сочни под номером 49. Это продукция торговой марки Арзу. Вот так сегодня сложилась праздничная экспертиза. Помните наши советы, когда в следующий раз отправитесь за покупками. Но какие бы сочни вы не выбрали, надеемся, ваш беспармак удастся на славу. Программа «Продвопрос» желает вам богатого до стархана, хорошего настроения и, конечно же, приятного аппетита! Еще один ингредиент многих праздничных рецептов – это овощи. Для ежегодного весеннего меню казахстанцам необходимо около 90 тысяч тонн огурцов, помидоров и зелени. И весь этот урожай нужно не только вырастить, но и сохранить. Компания «Казаграфинанс» занимается инвестированием в строительство не только современных тепличных комплексов, но и овощехранилищ. Одно из таких сегодня работает в Павлодарской области. В главном списке праздничных покупок – овощи, в том числе и картофель. Именно его мы используем при приготовлении без бармака и курдака. Чтобы овощной ассорти и картофель были доступными по цене круглый год, особенно в межсезонье, в стране необходимо создать хороший запас отечественной продукции и выстроить сеть современных овощей и картофеляхранилищ. Большинство имеющихся комплексов устарели и не могут сохранить свежесть продукции. Дефицит емкости хранения испытывает и самый картофельный регион страны – Павлодарская область. Здесь работают 77 овощехранилищ. Они могут принять до 72 тысяч тонн продукции. Из них только 8 комплексов емкостью 27 тысяч тонн оснащены современной системой вентиляции и охлаждения. Поправить ситуацию стало возможным благодаря государственным инвестициям. Крестьянское хозяйство «Андас», что находится в селе Набережная Павлодарской области, решило использовать все возможности инвестиционного партнерства. Сегодня аграрии высеивают картофель на площади в 500 гектаров. Чтобы осилить такой объем, агробизнесмены решили полностью обновить технический арсенал предприятия. Получается, технику закупали. У них трактора, там селки, сажалки, потом гребнеобразователи. Ну, такими стрессами они нам все опрыскивать или нам дали. Современная техника позволила крестьянам высеивать и собирать хороший урожай в сроки. В прошлом году аграрии собрали 13 тысяч тонн сельхозпродукции. Дело встало за хранением полученного урожая. До этого здесь у нас были склады еще с советских времен. Ну, старые склады были. Небольшой объем, правда, хранили. Все российское было. Чтобы решить проблему хранения, агробизнесмены обратились за финансовой поддержкой в Каза Агрофинанс. Заявку одобрили, и крестьянское хозяйство получило инвестиции на модернизацию картофелехранилища. Там у них был объем 8 тысяч тонн. Они сейчас увеличили до 12 тысяч тонн. В общем, сумма 424 миллиона тенге составила у них. Условия у них получилась заим на 8 лет, процентная ставка 6%. Инвестиции от компании Каза Агрофинанс позволили превратить когда-то старые склады в мощный современный комплекс. Здесь установили современную систему вентиляции. Она способна создать и сохранить оптимальный климат для клубней. Постоянно поддерживается необходимая температура от 2 до 4 градусов. Кроме того, в хранилище поставили немецкую линию по сортировке картофеля, которая позволила максимально оптимизировать ручной труд. Такой комплекс, напичканный современными технологиями, сможет качественно сохранить урожай. Весь до последнего клубня. Всегда свежая продукция будет отправляться на рынок соседней России, в Южный Казахстан и Астану. Так что, возможно, повладарский картофель уже сегодня украсит ваш праздничный стол. Далее в программе. Праздничный рецепт для Наурыза. Дастархан накрывает Женес Искакова. А прямо сейчас вы увидите агробизнес на Кумысе. Отечественный бренд на экспорт. Теле у Кушманова – павлодарская бизнесвумен, которую можно назвать популярным сегодня словом «селфмейд». То есть предпринимателем, который сделал свой успех сам. Она начала агробизнес 12 лет назад, по примеру, своей знакомой. Подруга занималась производством Кумыса. И Телеу Тате тоже решила освоить это дело. Завезла из России несколько тяжеловозных лошадей и начала строить свой бизнес. Все мне соседи спрашивали, что ты делаешь, что дома строят, а я все время сарай начала строить. И купила рядом еще один дом. А потом начала уже на работу брать двоих-троих женщин. И начали мы у 30-40. Это жилом секторе, представьте только. Но чтобы крепко встать на ноги, в агробизнес нужно было влить дополнительные инвестиции. Три года назад Телеу стала участником программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Она подготовила бизнес-план по созданию цеха по производству Кумыса. И получила на его реализацию 102 миллиона тенге. Кредит оформили на льготных условиях. «Дорожная карта бизнеса по 6-7% плачет государство, от 7% я сама плачу. 14 годовых получается. Но я брала на 3 года, вот на 14-й год этот последний у нас». На полученные инвестиции предприниматель купила участок земли, построила базу, дом для работников и кумысный цех. Сегодня здесь содержится 120 голов маточного поголовья. Ежемесячно цех перерабатывает до 22 тонн сырья. За произведенную продукцию бизнес-вумен получает субсидии от государства. Получаю на литр 65 тенге. Это же тоже много означает. Я в этом году получила почти 9,5 миллионов тенге. Это же нормально. И вот поэтому. Так что можно работать, расти. Телеутате применяет в своем деле и новые технологические решения. К примеру, для приготовления кумыса предприниматель установила специальный аппарат, который сконструировали местные мастера. Такой агрегат позволяет перерабатывать больше кобыльевого молока. Помимо новых технологий, есть еще один секрет приготовления лучшего кумыса. Это надо, в действительности, хорошее молоко кобыли, свежее, чтобы была закваска хорошая. И главное тут придает аромат копчения. Мы коптим, например, сметану натуральную и как бы тоблгэ называется. Трава, которая дает именно аромат кумусу. И вот самый тоблгэ и еще аккай, береза. Мечта Телеутате выйти на экспорт. Поэтому сейчас она работает над маркетингом своего товара. Меняет упаковку, обсуждает новый дизайн бутылок, создает свой сайт. Бизнесвумен даже стала участницей московского бизнес-форума, который организовал национальный управляющий холдинг «Казагра» совместно с правительством Москвы. Совсем недавно Телеу Кушмановой поступило предложение поставлять свой кумыс в Турцию. Так что экспортный путь у агробизнеса длинный. Есть куда выходить с нашим национальным брендом – вкуснейшим кисломолочным напитком. Какое застолье без новых блюд! Традиционным угощением всегда рады, но каждая хозяйка хочет создать изюминку стола. Чем удивить гостей? Об этом знает наш звездный повар. Наша праздничная телевизионная кухня вновь открывает свои двери. Кто встретит вас на этот раз, узнаем прямо сейчас. Сегодня у нас в гостях заслуженный деятель страны, звезда казахстанской эстрады – Жена Сыскакова! Саляма! Саляма! Дорогие телезрители, я от всей души хочу вас поздравить с праздником Наурыст. Желаю вам здоровья, счастья, семейного благополучия. Чтобы вам всегда везло, и вы всегда улыбались. А, Жена, а с каким же блюдом, с каким же рецептом вы сегодня пришли к нам в гости? Это рецепт от моей мамы, это восточные сладости, вернее, чак-чак. Сейчас хочу вас познакомить с ингредиентами. Ага, для праздничного блюда сегодня? Для праздничного блюда масло подсолнечное, изюм, орех, мука, сливочное масло, чуть-чуть водочки, яйца, вода, сахар, соль и мед. Вот, начнем с муки. Сначала берем чуть-чуть соли. Так, вот она у нас есть, соль. Чуть-чуть. Сахар по вкусу. Ага. Но если вы любите сладкое, можно чуть-чуть добавить. Сначала надо разделить желток от белка. Опа. Дело в том, что мы белок здесь оставляем, в тесто добавляем только желток. Так. Джинс, очень-очень интересно мне, я вот прочитал в интернете, что первоначально ваша профессия была никак не связана с искусством, да? А связана была, вы не поверите, уважаемые зрители, с трактором. Это правда? Да. Трактор-машинист. Я тракторист-машинист широкого профиля. Масло разогревается. Теперь я добавляю воду. В воду. Буквально пару миллилитров, да? Это у нас водка, да? Можно водку я добавлю? Да. Ну, немного, немного. Немного. А, Джинс, а почему мы добавляем именно водку? Это изюминка вашего блюда? Ну, я забыла, забыла сказать, да. Чтоб у нас чак-чак был хрустящий. Ох! Вот оно масло. И сразу заливаем, да, его? Обязательно. Водя вам помогу. Ну, о, все-все-все-все. Ага. Отлично. Но когда слишком жирное, тоже, знаешь, многим не нравится, когда жирное. Все, тесто готово. Сейчас надо будет раскатать. Все, готово, раскатали тесто. Теперь будем нарезать. Ага, нарезать полосками, да, вот, пожалуйста. Сейчас уже пора жарить. Ага. Да. Сковородка есть? Сковородка есть, надо поставить. А я пока дорежу, можно? Разыгрываем сковородку, доливаем масло. Ага. Ты знаешь, пока я буду жарить, я хочу тебя попросить, чтобы ты готовил сироп. Так, у нас есть кастрюля. Разогреем. Ага. Воду с сахаром добавляем туда. Чтоб сахар растворился, мы в воду добавляем. Ага. И когда она растворится, ложим мед. А, ложечку меда, да? Столовую ложку меда. Замечательно, поймали. И туда же уже кладем и юзюм, и орех, все. В общем, сироп... На мне. На тебе, да. А я буду жарить. Сиропа Мудя тоже приготовится уже, да? Так. Сахар. И ложечка меда. Упаля. Так, сироп готов. Чак-чак тоже готов. Ага. Теперь остыл, да? Да, остыл, мы добавляем. Изюм добавляем. И орехи. А-а-а. А-а-а. Так. Подожди, перемешал, да? Так, я перемешиваю. А-а-а. Так, я готов. А-а-а. 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 А-а. Такой была эта продовольственная неделя. В следующем выпуске мы приготовим для вас новую порцию новостей. Генеральный спонсор программы – акционерное общество «Каза Агрофинанс». С вами был Дмитрий Голобир. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!